С 21 февраля магазины будут обязаны указывать честные цены за килограмм и литр. Новые правила будут действовать в обычных магазинах и интернет-магазинах, автомагазинах, павильонах на рынке. В Барановичах завершился капитальный ремонт учебного корпуса номер 2 колледжа легкой промышленности. Сегодня прошло торжественное открытие объекта. Барановичские педагоги получили высшие награды Министерства образования Республики Беларусь. Двум работникам учебных заведений нашего города были вручены нагрудные знаки «Отличник образования». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». С 21 февраля магазины будут обязаны указывать честные цены за килограмм и литр. Новые правила будут действовать в обычных магазинах и интернет-магазинах, автомагазинах, павильонах на рынке. Подробнее в первом материале выпуска. С 21 февраля магазины будут обязаны указывать честную цену за один килограмм или литр. Такое решение предусмотрено постановлением Совета министров. Зачастую покупатели между двумя равнозначными товарами выбирают тот, что дешевле. Однако сейчас на прилавках нередко можно встретить упаковки с молоком по 970 граммов или пакеты с крупами по 800 граммов. Цены в таких случаях сравнить иногда непросто. 1 января 2017 года магазинам было рекомендовано писать честную цену. Но так как это требование было необязательным, то не все старались эти правила соблюсти. Сейчас же эта норма закреплена законодательством. В постановлении четко прописана обязанность продавцов указывать цены за килограмм или литр. Новые правила будут действовать в обычных магазинах, интернет-магазинах, автомагазинах, павильонах на рынке. Есть и исключения. Так, стоимость килограмма или литра не будут указывать на ценниках с алкоголем, яйцами и продуктами меньше 50 граммов или миллилитров, например, зелени и приправ. Нововведений будет достаточно много. Так, при продаже крупногабаритных непродовольственных товаров, а также товара весом больше 25 килограммов, продавец обязан по требованию покупателя бесплатно погрузить такое приобретение в машину гражданина. Также по новым правилам магазины обязаны будут продавать товары в упакованном виде без взымания платы за потребительскую упаковку. Ведомстве советуют не затягивать переход на новый вид стоимости и обновить ценники на поступающий товар до 21 февраля. При несоблюдении требования неготовность магазинов будет расцениваться как нарушение, а это чревато штрафом. В феврале в Барановичах увеличены часы работы городской постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости. Сейчас здесь формируется список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих по полной стоимости услугу по горящему водоснабжению. Прием горожан ведется с 8 до 20 часов по адресу площадь Ленина 2, кабинет 103. Справки по телефону 41-22-46. В Барановичах завершился капитальный ремонт учебного корпуса номер 2 колледжа легкой промышленности. На эти цели было израсходовано 5 млн 391 тыс. рублей из республиканского бюджета. Общая площадь здания свыше 5000 квадратов. Сегодня прошло торжественное открытие объекта. Очередным значимым событием для нашего города стало открытие после реконструкции учебного корпуса номер 2 колледжа легкой промышленности. Это большое событие не только для Барановичей, но и для всей системы образования Республики Беларусь. Капитальный ремонт здания по улице Кирова, 48, начался в феврале 2013 года. В торжественном мероприятии принял участие председатель Совета Республики Национального Собрания Михаил Мясникович. Образовательные услуги в нашей стране – это действительно приоритетное направление. И это правильно, это инвестиции в будущее. И вот если посмотреть, как мы выглядим на европейском уровне, то у нас практически европейский уровень по количеству студентов, которые получают среднее специальное и высшее образование. Около 3000 на 10 тысяч населения. Это в принципе европейский уровень и действительно делается все для того, чтобы белорусская образовательная система еще в большей степени была конкурентоспособна и привлекательна. Финансирование строительства велось за счет средств республиканского бюджета. На ремонт было выделено 5 миллионов 391 тысячи рублей. В помещениях выполнен текущий ремонт, приобретена мебель, инвентарь, установлено оборудование. Общая площадь зданий и сооружений более 5000 квадратов. Объект на 821 человека облегчит работу сотрудникам учебного заведения и улучшит качество образования. Новоселы уже оценили обновленный учебный корпус. Специализированные учебные кабинеты имеются по всем специальностям. Создана информационно-техническая инфраструктура. Оснащены компьютерные классы, учебные аудитории. Открытие нового корпуса позволит нам расширить возможности в подготовке квалифицированных специалистов для предприятий концерна Беллигпром. И в частности, также и для нашего флагмана, одного из крупнейших предприятий легкой промышленности Республики Беларусь, нашего базового предприятия, наших шефов, баранческого производственного хлопчатобумажного объединения. Конечно, сегодня это знаменательный день для нашего педагогического коллектива, для наших учащихся, потому что этот корпус имеет полностью оборудованные кабинеты, имеет просторный актовый зал, имеет большой спортивный зал, открытую площадку для игровых видов спорта. Помимо комфортных условий для выпуска высоко квалифицированных специалистов, необходимо стремление самих учащихся, чтобы колледж и дальше оставался одним из ведущих учебных заведений легкой промышленности Республики Беларусь. Пообщался с молодежью непосредственно так, неформально. Они очень довольны, и я интересовался мнением родителей, и говорят, что родители довольны, что люди, молодые люди получат востребованную специальность. Брестская область у нас действительно промышленный сектор представлен во многом предприятиями легкой промышленности, но здесь готовится не только для локально Брестской области или города Барановичи, где Барановичское хлопчатно-бумажное объединение является ключевой структурой. Барановичский колледж легкой промышленности – это старейшее учебное заведение. Своё существование он начал в 1960 году. За это время учреждением образования подготовлено более 30 тысяч специалистов среднего звена. Отсюда начинали свою профессиональную деятельность тысячи выпускников, многие из которых стали известными руководителями предприятий в различных городах нашей республики. Занимают достаточно серьезные должности на наших предприятиях легкой промышленности, не только государственного, но и частного сектора. Работают на «Элеме», работают на «Элизе», работают на кобринских швейных предприятиях, в «Новогрудке», в «Пинске». И коллекции, те модели, те изделия, которые выходят, что называется, через душу и сердце этих людей, они востребованы на внутреннем рынке и на экспортные, так сказать, направления. Причем как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. Барановичский колледж не стоит на месте. Сотрудники заключают договоры с предприятиями легкой промышленности для проведения учебной и производственной практики. Для юношей и девушек здесь создаются все условия, чтобы они вырастали и становились лучшими в своем деле, прославляя наш край. Более 400 квадратных метров ямочного ремонта выполнено на дорогах Барановича в январе текущего года. Основной объема – это порядка 80% – сделан на путепроводе по улице Тельмана. Это связано с необходимостью поддержания безопасности на важной транспортной артерии города. Так, в ближайшее время будет решен вопрос о начале реконструкции объекта. Барановичские педагоги получили высшие награды Министерства образования Республики Беларусь. Двум работникам учебных заведений нашего города были вручены нагрудные знаки «Отличник образования». В Бресте прошло заседание коллегии Главного управления по образованию. Двум барановичским педагогам были вручены высшие награды Министерства образования. Нагрудными знаками «Отличник образования» удостоены Елена Боркун, заместитель директора по учебно-производственной работе Барановичского профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, и Галина Бубин, учитель биологии и географии средней школы номер 16. В целом, по итогам работы за 2018 год, профильное управление горисполкома стало лучшим в области. В городе Бресте прошла коллегия областного управления по образованию, на которой подводились итоги работы 2018 года, и были поставлены задачи, оглашены перспективы развития на 2019 год. На коллегии были подведены работы управления образованием, но и управление по образованию Барановского горисполкома было признано лучшим, за что получила диплом, ну и также были награждены отдельные педагоги. Пять педагогов в области были удостоены звания отличника образования. В образовании Галина Бубин работает 26 лет, имеет высшую категорию. В средней школе номер 16 Галина Ивановна трудится шестой год, возглавляет школьное методическое объединение учителей естествознания. Заслуги учителя складываются из успехов его учеников, убеждена педагог. Я закончила в 1993 году Брестский в то время Государственный педагогический университет имени Пушкина, по специальности учитель географии и биологии. И всю жизнь работаю по своей специальности. Два года я отработала в Полонежской средней школе, затем 18 лет в Лавриновичской школе, и в 2013 году перешла в 16-ю школу. Несколько первых лет я работала чисто учителем географии, вот уже третий год я наряду с географией преподаю биологию. Напомним, нагрудным знаком Министерства образования «Отличник образования» награждаются лучшие представители ведомства, проработавшие в учебных заведениях не менее 10 лет. Основные критерии оценки – внедрение передового педагогического опыта, образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокие достижения в обучении и воспитании детей и молодежи. Кроме того, запись о награждении работника нагрудным знаком заносится в трудовую книжку педагога. В некоторых районах Брестской области запретили выходить на лед. Дело в том, что сейчас его толщина на отдельных водоемах неравномерная, особенно у берегов. В Барановичах такая мера не вводилась. На водохранилище «Мышанка» покров достигает 23 см, а это значит, преград в особенности для любителей зимней рыбалки нет. Однако забывать о правилах безопасности не стоит. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.